Израильская армия несет большие и болезненные потери. Информационные источники вынуждены периодически обновлять данные о погибших из-за динамично меняющейся картины на фронте. Если еще только в среду Цахал признал убийство десяти своих офицеров и солдат в районе Шуджая, уже в четверг утром официально было объявлено об убийстве офицера бронетехники в боях на юге сектора Газа. Погибший офицер был майором запаса, 38-летний Элиш Элевенштерн. Ранее сообщалось, что в Газе уничтожен подполковник израильской армии Ицхак бен Башет. Вчера вечером пришло сообщение об обстреле израильских солдат в северной части сектора Газа, в результате чего количество убитых в четверг достигло 14 офицеров и солдат. Израиль очень болезненно воспринимает такие потери. Командир бригады Галани, члены которой потеряли 10 офицеров и солдат, признал, что его войска получили болезненный удар в Шуджае, а начальник штаба израильской армии Герцы Халеви назвал произошедшее в этом районе тяжелым событием. В четверг вечером поступила информация ранения в боях на юге Газы командира 12 батальона бригады Галани. Аль-Джазира, ссылаясь на сообщение бригад Аль-Касама в телеграмме, передает, что бойцы движения обстреляли четырех израильских солдат к северу-западу от города Газа, а также поразили три машины с нарядами Аль-Ясин-105 в районе Аль-Шуджае к востоку от города Газа. В течение дня они обстреляли четыре бронетранспортера и два израильских танка Меркава к северу от города Хан-Юнис с нарядами Аль-Ясин-105, а также поразили два танка Меркава с помощью Аль-Ясина-105 на юго-востоке города Хан-Юнис. Бригады Аль-Касам также сообщили, что он подверг ракетному залпу толпу оккупационных сил на военной базе в Суфе. Пресс-секретарь бригад Аль-Касама Абу Байда заявил, что за последние 72 часа бойцам движения удалось полностью или частично уничтожить 72 военных машины и убить 36 солдат. Между тем, американская газета The Wall Street Journal процитировала израильских военнослужащих, заявивших, что большое количество смертей в израильской армии связано с изменением тактики боевых действий. Согласно сообщению газеты, солдаты признали разногласия в рядах армии по поводу боевых действий в секторе Газа и что дела идут не очень хорошо. Израильские военные заявили в Wall Street Journal, что боевая стратегия, которую израильская армия ведет в секторе Газа, не самая лучшая. Вскоре после того, как Цахал объявил об убийстве десяти своих офицеров и солдат в районе Шуджая, Хамас заявил, что сопротивление выполняет свои обещания и превращает газу в кладбище для оккупантов. Солдаты оккупации возвращаются из Газы либо в виде разорванных останков, либо ранеными, либо с психическим расстройством. Бригады Аль-Кассам сдержали слово. Газа станет могилой для оккупантов. Умирают тысячи взрослых и детей. Мусульман почти два миллиарда. Как такое могло произойти? Что могу сделать я? Мы разработали специальный, срочный, полный гайд по ситуации в Палестине. Вы получите ответ на вопрос, что конкретно я сейчас могу сделать для Палестины. Мы покажем и научим, как нужно действовать. Записывайтесь на бесплатный курс, ссылка под видео.